Один из таби'инов, Халид ибн Ма'ден, да будет довольным Аллах, сказал «Учитесь убежденности, как вы учитесь Корану». Привели Ибн Абидуния в книге Якин и Абу Нуайм в книге Хильятуляулия. Убежденность означает прочное утверждение истины в сердце раба. Если истина утвердится в его сердце, никакая ложь не сможет подобраться к нему. Обязательным является при изучении истины иметь убежденность в том, что ты изучаешь слова Аллаха и его посланника, салаллаху алейхи ва салям, которые являются истиной, и не обращать внимания на то, что противоречит этому из лжи. В ситуации, когда человек не имеет представления о тех лжедоводах, которые подбрасывают ему последователи лжи при спорах или обсуждениях какого-то религиозного вопроса, он должен оставаться на том, в чем был убежден до этого, на основе аятов Корана и хадисов пророка, салаллаху алейхи ва салям, и не воспринимать всерьез те лжедоводы, которые ему высказали. Данный подход является прочной основой в сохранении религии. Другими словами, если раб изучил какой-то вопрос на основе достоверных источников и достиг убежденности в этом, то не меняет свой взгляд при первом же встречном сомнении. Однако люди сегодня делают наоборот. Они спешат быстрее склониться к тому мнению, которое им не знакомо. Ты можешь увидеть некоторых людей, которым если высказывают сомнительные точки зрения в исламе, то они сразу же принимают их за правду и оставляют то мнение, на которое были убеждены ранее, и которое изучали, читая книги, слушая уроки ученых и постановления, основанные на Коране и Суне. Это указывает на то, что их убежденность в истине и контроль за ее изучением была слабой. Если человек получил истинное знание, подкрепленное доводами из Корана и Суны, от обладателя знания, которому можно доверять, то в случае, когда ему высказывают какое-то мнение, он не будет спешить с выводами относительно правдивости этого.